Здравствуйте, уважаемые телезрители. О проблемах Телегульского лимана сегодня наша встреча в эфире. Мы беседуем с Игорем Павловичем Гержиком, который является начальником научно-исследовательского отдела коммунального предприятия «Региональный ландшафтный парк Телегульский» Одесского областного совета. Здравствуйте. Здравствуйте. В декабре 2017 года восстановлен канал, соединивший Телегульский лиман и Черное море. Лиман наполняется морской водой для живых организмов, рыб, птиц. Что это значит? Телегульский лиман изначально водоем, который был исторически соединен с морем. По сути дела, лиман Телегульский и вообще любой лиман – это дельта реки, затопленная морем. Поэтому лиман – это неотъемлемая часть моря. И когда соединили лиман с морем, то с моря традиционно в лиман зашли гидробионты – это рыбы, моллюски, креветки, водоросли, другие живые организмы, которые увеличили биоразнообразие лимана, подводнили, его добавили биомассы. И мы знаем, что чем больше видов в экосистеме, тем экосистема сильнее, устойчивее к различным воздействиям. Поэтому это было необходимо и это сыграло свою положительную роль. Более того, поскольку уровень воды повысился на целый метр, то те птицы, которые гнездятся на островах и уже несколько лет, они гнездились, потому что уровень воды упал, острова сросли с землей, то есть они прекратили свое существование. На эти острова беспрепятственно проходили бродячие собаки, лисы, другие различные животные, которые уничтожали кладки птенцов, съедали яйца и кого не исчезали. Сейчас, когда уровень воды поднялся, когда произошло открытие канала, острова обводнились водой, там где-то около 15 островов. Они еще не все обводились, но некоторые обводнились водой и они стали изолированы быть. Остров изолированный, туда не может попасть хищник. И птицы вернулись. В этом году у нас впервые за последних несколько лет вернулась большая колония птиц, птиц загнездилась, это несколько видов, там речная крачка, малая крачка, краснокнижный вид, пестроносая крачка. Много видов куликов, в том числе и редкие виды куликов, например, такие как кулик-ходулочник, который уникальная птица тем, что у ней длина ног по отношению к длине тела на первое место, можно сказать, по соотношению не абсолютная длина, а относительная длина. Поэтому название ходулочник. Кулик-шилоклювка, тоже необычайный кулик, очень редкий, который в Красной книге, у которой клюв неровненький, а вверх загнут такой, как шило у сапожника, кривое шило. Это редчайшие птицы планеты. Они вернулись на острова, загнездились, появились колонии. Они не были разорены, потому что на эти колонии из них смогли попасть хищники. Наш научный отдел совсем недавно благополучно перекольцевал птенцов всех, которые уже вылупились благополучно. Мы занимаемся исследованием природы, кольцуем птицы, изучаем миграцию, где они зимуют, каким путем мигрируют, продолжительность жизни и другие популяционные аспекты. И впервые за последние 3-4 года птицы уже вернулись, и мы надеемся, что если проект по строительству реконструкции канала будет завершен, уровень воды еще поднимется, и все острова, которые были высохшими, они обводнятся, и птица вернется на своих местах в прежнем объеме. И Телегульский лиман, как объект водно-болотных угодий международного значения, оживет. А между тем Телегульский лиман является объектом водно-болотного угодия международного значения согласно Рамсарской конвенции, которая была подписана в 1971 году в Иране, город Рамсар, где собрались ведущие эксперты с разных стран и определили ценность водно-болотных угодий как объектов, потому что, с одной стороны, на водно-болотных угодиях живет громадное количество живых организмов, а с другой стороны, к этим угодиям тяготеют люди. Посудите сами, все крупнейшие города и не крупнейшие города мира находятся на берегу озер, рек, морей и других водных артерий. Париж — это сено, Берлин — это рейн, Киев — это Днепр, Москва — это Москва-река, Одесса — это Черное море, тоже берег, водный объект. Ну и Телегульский лиман, как природный объект, по периметру много имеет сел, люди живут за счет Телегульского лимана, они отдыхают, они покупаются, они ловят рыбу, они ею питаются, это тоже никто не отменял, мы же не отказываемся от рыбы. Поэтому, естественно, что когда в лиман зашла вода со всеми гидробионтами, когда вернулась птица, мы увидели реальные положительные результаты строительства этого канала. Игорь Павлович, вот что касается качества воды, соленость, например, изменилась с приходом морской воды, как это повлияло на живые организмы? Он, конечно, изменился, но учитывая то, что если бы не построен был канал, то лиман, во-первых, бы он исчез вообще, ни с соленой, ни с пресной никакой, его бы не было, он просто исчез, осталось, может быть, одна-две ямы, где вот глубина большая с водой, и все, а лиман бы исчез, это была бы уже катастрофа, это первое. Второе, воду ведь запускали в зимнее время, когда она преснена осадками, снегом, дождями, в зимнее время и раннее весеннее время, и вот в это время она очень пресная, даже по показателям там очень мало количества промиллей, и подводняя лиман именно в этот период, мы пополняем его более-менее оплесненной водой. Это второе, что хочется сказать. И третье, что хочется сказать, да, конечно, это реанимационные меры, и лучше бы изначально пополнить его за счет реки Тельгу, который, это же исторический, естественный процесс. Но поскольку произошло еще в 50-х годах, то, что произошло, было заложено предыдущим поколением, был девиз у чиновников тогдашних такой, что мы не должны просить милости не у природы, мы должны ее взять. И вот взяли, они тем самым заложили мину замедленного действия уже для нашего поколения, которое сейчас взорвалось, по сути дела. В чем заключалась проблема 50-х годов? Тем, что тогда массово спрямляли реки, брали милость у него природы, как они считали, река Жена имеет какой-то свой естественный изгиб, они спрямляли их, в дамбы заковывали, строили водохранилища, и вот представьте, ведь течет река, да, и тут попадает водохранилище, у ней площадь зеркала увеличивается, она испаряется, и она не доходит до лимана, а таких водохранилищ было не одно, их много на всем течении. Плюс еще и распахали до уреза, а до уреза нельзя распахивать, здесь же водоохранная зона, законы же не зря придуманы. Более того, чем ближе к воде, тем наклон больше. Стало быть, осадки ливневые, дожди смывают чернозем, он попадает в воду от органика. Когда жара происходит цветение организма, она очень температурой увеличивается. Кстати, одна из причин замора рыбы в последние годы за счет увеличения температуры, потому что если рыба, допустим, некоторые виды рыб могут же, ну, к примеру, до температуры 25 градусов, а там 30 градусов, они просто задыхаются, это естественный процесс последних лет, но вообще это связано с освоением, террологической деятельностью. И лет 20 назад это наметилось, был расчищен тогда, тоже строился канал, он был не фундаментальный, из бревен, там гарды были, они, естественно, годы прошли, а сломано было морем, и возникла необходимость строить более фундаментальный канал, который функционировал больше лет и был бы эффективней. Скажите, пожалуйста, как изменится количество и разнообразие видов рыб в связи с наполнением морской водой? Ну, раньше было свыше 70 видов рыб в исторические времена, может быть, даже больше. Сейчас несколько видов бычков, ну, вот, такие фальды там заходят с моря, да, но дело в том, что это тоже рыба, и кроме рыб есть и другие организмы, которые составляют единое звено в цепи, вот, для разнообразия этой креветки, моллюски. И вот в этом году у нас мы обратили внимание, что появились рыбоядные виды птиц, такие как, причем, величайшие птицы приметы планеты, как розовый пеликан. Ну, во-первых, это сама по себе очень красивая птица, она громадная. И вот сейчас стая пеликана у нас кочует по Телегульскому лиману и кормится. Это говорит вам, что есть чем кормиться, значит, рыба появилась. То есть, когда рыба есть, ее хватает и людям, и птицам. Важный такой сигнал к тому, что то, что было сделано, это было правильно сделано. Сегодня мы беседуем с начальником научно-исследовательского отдела коммунального предприятия региональный ландшафтный парк Телегульский Игорем Гержиком. Скажите, пожалуйста, сейчас, когда лиман восстанавливается, какие правила важно соблюдать? Кроме глобальных таких проблем высыхания лимана и падения его уровня воды, есть еще локальные проблемы. Это загрязнение лимана, это несанкционированные кострища, когда люди приезжают на степные участки отдыхать, разжигают кострища, жарят там, допустим, себе шашлыки, потом не затушивают. А ветер раздувает степь со скоростью бегущего человека, выгорают все склоны. Это большая проблема. Это же очень просто сделать так, чтобы, во-первых, костры нельзя жечь в степи, так как за этим надо как-то следить. И выгорают все склоны со всеми организмами, которые там обитают. И также вторая проблема — это несанкционированные свалки. Люди, как неразумное дитя, просто выбрасывают, это же смывается, причем выбрасывают местные жители в основном. Это же не приезжая из Киевской области или из Черниговской области, выбрали, это местные люди выбрасывают. Это все смывается в лиман, потом с лимана они эту рыбу кушают, и что потом? Безусловно, люди должны просто задумываться на уровне вот себя, потому что мы говорим, что у нас неэффективное государство, правительство, плохие дороги, низкий уровень жизни, а надо начинать с себя. Смотрите, вот вложены большие суммы денег из областного бюджета, из государственного для того, чтобы восстановить каналы. Работы еще продолжаются. То есть вот этот запуск воды, это было просто как СОС, это было спасение лимана. А вы говорите о такой бездумной хозяйственской деятельности, которая продолжается, о недолжном поведении жителей. Есть ли контролирующие органы, которые способны жестко наказать, оштрафовать и, так сказать, не только словом, но и делом сказать, что нужно вести себя прилично для того, чтобы сохранить и вложенные деньги и действительно восстановить Телегульский лиман? Формально есть различные экоинспекции, но знаете как, то они говорят, что бензина не хватило доехать, проверить, то доехали, никого не было, не споймали или еще какие-то причины, или же откупились от них. То есть в системе нашего государства реально с этим очень сложно бороться. На уровне понимания каждого человека люди сами должны понимать, что они не должны это делать, потому что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Ну, цивилизованные нации не ссорят, люди приезжают во всем мире. Сейчас популярен такой экотуризм. Люди приезжают на природной территории, в ландшафтный парк, в национальные парки, целыми семьями гуляют, и никому ни в голову не выходят, выкинуть бумажку. Вот целыми контейнерами оставляют и уезжают. Просто на уровне сознания люди должны это понимать. Игорь Павлович, ну еще несколько слов о качестве воды. Насколько вот она чистая, кто-то устрицы пытается в ней разводить, рыбы количество увеличилось, даже вот браконьерить кто-то пытается и собирает большие уловы. Значит, комфортно там рыбе, комфортно живым организмам? Все относительно. Мы знаем другие времена, когда было значительно комфортней. Поэтому прозрачность воды не идеальная. Хотя в отсутствии ветра вода очень прозрачная. На косах у нас есть красивые места, где очень красивая и прозрачная вода. Но мутность воды связана, особенно во второй половине лета, связана с эвтрификацией водоема. То есть что такое? Когда происходит за счет смы в органике, она попадает в воду. И при солнечном луче эта взвесь нагревается быстрее. Водоросли, которые размножаются, они выделяют большое количество кислорода. Ночью нет солнца, и для существования нужен кислород. И ночью, особенно под утро, кислорода в воде не остается вообще. Поэтому рыбы, особенно донные рыбы у дна, где меньше всего кислорода, они гибнут в первую очередь. Это бычки, глосса, другие мелкие рыбешки. Непрозрачная вода связана с проблемами цветения, эвтрификации водоема. Чем меньше будут распаханы берега, тем меньше будет смываться органика, тем меньше будет мутная вода, меньше будет цветение воды, тем меньше будут гибнуть рыбы. Меняется ли ситуация с гибелью рыб? Недавно было сообщение о том, что рыба погибла в очередной раз. Гибнет рыба каждый год. Это связано именно с эвтрификацией, отсутствием кислорода. Первая причина. Вторая причина – с тем, что повышается уровень воды физически. Рыба определенно может жить до определенного уровня воды. Если она находится выше этого уровня, она не выдерживает. И особенно в солнечные жаркие дни, при отсутствии турбулентности в воде, когда штиль не происходит перемешивания, не происходит насыщение воды кислородом, ее становится меньше. Вот тоже этот фактор играет роль. Гибнет рыба не только в Тельгуйской лимане, она на всех водоемах, и каждый год гибнет. Может минимизировать, улучшив экологическое состояние водоема. Ну что ж, Ваше пожелание тогда в заключении нашей встречи? Пожелание заключается в том, что каждый человек, посещающий Тельгуйский лиман и проживающий на его берегах, должен не кивать на кого-то, а соблюдать законы природы, начиная с самого себя. Это культурно относиться к природе, не выжигать склоны, не сжечь кострище, не выбрасывать мусор. Если вы привезли, то его вывезти за собой, и еще и проследить с другим человеком, чтобы он вывез. Поэтому контроль друг за другом, как опыт цивилизованных стран, привел к тому, что природа будет процветать, и в итоге и человек будет процветать. Спасибо большое за участие в программе. Игорь Павлович Гержик, начальник научно-исследовательского отдела коммунального предприятия «Региональный ландшафтный парк Телегульский» Одесского областного совета, был гостем нашей сегодняшней программы. Всего хорошего, до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин